Приветствую всех присутствующих в церкви компьютерного обучения специалистов ГТО и Небану. На вебинаре, который называется «Текучесть персонала. Как с ней работать?» Это и семинар, и вебинар. У нас есть ученые слушатели, которые имеют возможность задавать вопросы здесь, в аудитории. И есть слушатели, которые подключились к вебинару, у них тоже есть возможность задавать вопросы в чате. Если вопросы возникают, пишите. Наш вебинар рассчитан примерно на полтора часа. Начинаем в 18 часов, заканчиваем в 19.30. Один час – это информация по «Текучесть персонала». И затем у нас будет время, 30 минут, для того, чтобы обсудить те вопросы, которые вас интересуют, или те вопросы, которые остались мне затронутыми по «Текучесть персонала». О себе. Меня зовут Светлышева Ольга Юрьевна. Я являюсь членом Национального союза контролюков и сертифицированным специалистом в области кадрового менеджмента. Также кандидат в юридических наук. Опыт работы. Начиналось преподавание в лучшем учебном заведении. И через 10 лет после преподавания в этом учебном заведении наступил кризис жанра. Решила что-то изменить. Ушла в HR. Это аббревиатура. Я уносила человеческие ресурсы. И начинала работать в HR менеджером по подбору персонала. Затем в рамках этой профессии выросла до директора по персоналу. В качестве директора по персоналу пришла сюда, в Центр компьютерного обучения специалиста. 7 лет назад. И потом к он опять вернулась к преподаванию. На сегодняшний день я веду курсы по управлению персоналом, для менеджера по персоналу, для директоров по персоналу. И кадровые курсы для специалистов и инспекторов отделов кадров. Также к нам приходят и начальники отделов кадров. Мои контакты. Мой адрес электронной почты на экране. Также в вашем личном кабинете, если вы работаете на нашем сайте, в личном кабинете. И можете зайти на страничку влога, вы тоже можете увидеть мой адрес. Там под моей фотографией указан адрес электронной почты. Кроме того, вы можете со мной общаться в социальных сетях. Facebook, LinkedIn.com, LinkedIn.com, мой круг, Одноклассники, ВКонтакте. Я везде зарегистрирована. Пожалуйста, приходите, будем с вами дружить. С текучестью персонала, если мы говорим об опыте работы, я встречалась практически на каждом рабочем месте. И в каких-то организациях более внимательно к этому относились. И очень переживали по этому поводу. Даже подсчитывали ее. И даже у меня был очень хороший опыт работы с текучестью персонала, с сокращением, с оптимизацией. А в других организациях абсолютно не обращали внимания. И говорили, что ничего страшного. Чем больше, тем лучше. Поэтому они даже говорили, что у нас стоит очередь из желающих работ в нашей организации. Поэтому увольняйтесь, пожалуйста. Никто никого не удерживает. Рыночная экономика. Я вам презентую сегодня свой подход. Понятно, основанный на каких-то определенных фактах, на исследованиях. И цифры у нас будут, и собственный опыт расскажу. И расскажу свое мнение о текучести персонала. Именно как директора по персоналу с точки зрения ИЧА. Если эта информация, которая будет у нас во время вебинара, все-таки у нас не так много времени, будет недостаточно, мы всегда рады вас видеть на наших курсах. Это схема прохождения курсов нашего Центра компьютерного обучения специалистов по квадровому иммуниту. На курсе менеджер-персонал уровень 1-2 мы достаточно подробно об этом говорим, рассматриваем все это. Ну и остальные курсы, и кадровая работа современной организации, и семинары, и курсы личности, слова роста всегда. Мы рады вас видеть, ждем вас, и всегда рады вас приветствовать в нашем Центре. Вопросы, которые будем рассматривать в рамках сегодняшнего вебинара. Во-первых, определить терминологию, что такое текучести персонала, потому что каждый понимает по-своему. Мы определимся, придем к чему-то одному, какое-то определение возьмем. Затем посмотрим, как можно рассчитывать коэффициент текучести персонала. Обсудим риски для бизнеса, чем опасна высокая текучесть для бизнеса. Посмотрим, попробуем привести деньги, потому что и собственники, и директора, они очень любят говорить на языке фактов и денег в том числе. Если сможем показать, сколько она стоит, эта высокая текучесть персонала, возможно, они задумываются, потому что именно собственник, именно руководитель организации – это те самые лица, принимающие решения о работе текучести персонала, поэтому их нужно, конечно, убеждать. И затем подумаем, как нужно оптимизировать уровень текучести персонала и кто должен этим заниматься, кто за это отвечает. Ну а в конце, как я и обещала, отвечу на ваши вопросы. Итак, вопрос первый. Что же такое текучесть персонала? Определений текучести персонала много. Я вам предлагаю следующее. Текучесть персонала – это увольнение работников из организации по разным основаниям за определенный срок. На мой взгляд, вот такое небольшое, емкое определение, оно самое работающее. Все это идеальное просто. Итак, это увольнение работников из конкретной организации по разным основаниям за определенный срок. Иногда считают текучесть персонала только по определенным основаниям, например, по инициативе работника. Раз работники уходят от нас, значит, что-то не так. Это текучесть. А все остальное – это не текучесть. Ну, мы уволили за правду работника, или, скажем, кого-то призвали в ряды вооруженных сил. Это считается не текучесть. Мы в рамках нашего вебинара будем брать все основания для увольнения по всем статьям. Какие виды текучести персонала бывают? Действительно, самое первое, что приходит в голову, это тогда, когда работник увольняется из организации. Вот он уволился, мы ему оформили все надлежащие документы, запись трудовой книжки, вы сделали, выдали им под подвеси, и все, и замечательно. Вроде как уволился. Но есть еще психологическая текучесть персонала. Эти работники от нас не увольняются. Они у нас работают, но душа их уже не принадлежит организации. То есть в лучшем случае они отрабатывают от и до, это называется итальянская забастовка, и все, и уходят домой. Ну, какие-то функции выполнили, все. Скорее всего, эти люди, они уже ищут себе работу, а может быть не ищут, просто уже устали, им все равно, вот лишь бы только их не трогали. Поэтому внешне они не покидают организацию, но фактически они уже не являются сотрудниками нашей организации. Душа уже не наша. Какие еще могут быть виды текучести? Например, внутриорганизационные. Что это такое? Это значит, что внутри нашей организации работники перемещаются. Я пока не говорю о том, хорошо это или плохо, мы сейчас это обсудим, но это просто факт. Это тоже текучесть персонала. Если работник работает на одном месте, а затем уходит на другое место, это может быть связано с официальным увольнением. Например, в случае, если это холдинговая структура, есть управляющая компания и дочерняя организация, то для того, чтобы перейти из одной организации в другую, поскольку это разные юридические лица, я понимаю, уйти из одной организации и перейти в другую. Вот это ведь тоже текучий. Межорганизационная. Когда работник покидает конкретную организацию и уходит, он может уйти конкурентом, он может уйти вообще в другую сферу бизнеса и так далее. И это тоже интересно для работодателя. А куда уходят его работники? Они же не просто так увольняют его собственные желания и все. Куда они идут? Куда направляется весь этот поток? Если конкурентам, об этом нужно задуматься, потому что мы их обучали, мы вкладывали в них деньги, силы, времени, мы, конечно, и со своими знаниями. Есть ли другие сферы экономики? Почему? Что случилось? Пример. headhunter.ru провел опрос и выяснилось, что в России средний срок работы в одной компании 2-3 года. В Соединенных Штатах 7-8 лет, в европейских странах больше, до 10 лет. Ну, а в Японии пока еще сохраняется даже по жизни найм, даже до пенсии люди работают. Это в среднем, конечно. Мы понимаем, что на технических персонала действуют разные факторы. Это и экономическая ситуация, и политическая ситуация, и местонахождение работников. Предположим, если это небольшой город или какой-то населенный город, там сложнее, наверное, найти работу, и люди стараются держаться за свою работу. А в таких мегаполисах, как Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города, есть много возможностей. И вот тут люди как раз вмигрируют. Какие же еще виды текучести персонала бывают? Есть так называемая естественная текучесть. Естественная текучесть скорее носит такой положительный характер, потому что ничего особенного не происходит. Предположим, рынок труда снизился средний заработок по рынку, потому что пришел экономический кризис, и все работодатели понизили уровень заработной платы. И люди начали увольняться. Те, кто пришел только за деньги работать, они, конечно, уйдут, безусловно, не думая о том, что конкуренты в те же самые заработные платы будут. Они об этом не думают. Остается только те, кто действительно привязаны к этой организации, и кто не покинет ее до самого последнего момента. То есть лояльные работники. Есть еще такое понятие, как излишняя текучесть. В этом случае, когда работники увольняются, потому что, предположим, в организации плохо выстроена система мотивации, труда, это риск для организации. Нам нужны работники, у нас вакантные должности, их нет и на рынке нет, и наши работники обычно тоже уходят. Ну и еще два вида вам приведу. Это явное, когда работники официально уходят из организации. И так называемое латентное, скрытое, которое находится в поиске работы. Вот этот класс, пожалуй, наверное, самый сложный для организации, потому что если я начинаю, то ушел уже. Мы совершенно спокойно можем на его место искать работника и не переживать. А вот латентная текучесть ослаждает нашу работу, поскольку такие работники для того, чтобы ходить на собеседование, искать работу, им нужно время, они, как правило, прикрываются какими-то причинами отсутствия на работе. Например, листок внутренней способности берут по любому поводу, или отпрашивать, или отпускать, или что-то еще, потому что им нужно найти другого работодателя. А прежний работодатель не может на их место взять другого, потому что вроде как работник есть, а не сохраняется место работы. И в то же время кто-то должен выполнять эту функцию, и приходится предлагать другим работникам это выполнять. Не всем это хочется, но, в общем, вплоть до конфликтных ситуаций может быть. Итак, мы с вами выяснили, что такое текучесть персонала, и какие виды могут быть. Вопрос второй. А можно ли рассчитать коэффициент текучести персонала и определить общий и оптимальный коэффициент? Конечно, можно. Иначе бы я не задавала этот вопрос, потому что ответы есть, и он известно. Как рассчитать коэффициент текучести персонала? Существует формула, по которой, как правило, и рассчитывают текучесть персонала. Вот эта формула, на мой взгляд, она самая рабочая и работающая. Есть другие, более сложные формулы. Они связаны с тем, что рассчитывается коэффициент персонала каких-то определенных работников, или за какой-то определенный период, или что-то еще. В данном случае в этой формуле она универсальная, и она может охватить всех работников абсолютно. Итак, коэффициент текучести персонала рассчитывается следующим образом. Мы считаем количество увольных работников за определенный период, делим количество увольных работников, или уволившихся работников, неважно по какой причине, на среднесписочную численность персонала вашей организации на этот момент, и умножаем на 100%. Таким образом и находим. Как вы думаете, за какой период лучше всего рассчитывать текучести персонала? А за какой период она будет, это будет корректным показателем? Неделя, месяц, полгода, год, два года, десять лет, один год, один-два года. Еще есть варианты. Но год это как среднестатистический? Да, действительно, среднестатистический. А почему именно год? Вот у нас вебинарист тоже отвечает. Вот год, пишет Елена, да. Почему статистика берет у меня год? Потому что сразу будет в конце года все покорить. Да, это самое удобное, потому что за год, как правило, проходит цикл. Практически во всех бизнесах есть такое понятие, как сезонность. Самый простой пример – это, наверное, учитель в школе. Он приходит, и пока он по всем темам не проведет занятия и не отдохнет летом, у него цикл не закончится. Вот годовой такой цикл. Такой же цикл есть в продаже, такой же цикл есть в производстве и так далее. Поэтому, как правило, берется год. И, как правило, это календарный год, потому что так легче рассчитывать. Поэтому мы считаем, сколько работников умолилось за год. Делим на среднесписочную численность за этот год. Среднесписочная высчитывается либо точно, есть специальные программы, которые рассчитывают, либо приблизительно, когда берется количество персонала начала года, количество персонала на окончание года, складывается и находится среднеаритметическое, то есть делится на два. Предположим, на начало года было 100 работников, на окончание 200 работников, сложили, получилось 300 работников, на окончание 150. Вот среднесписочная для расчета коэффициентов качества персонала. Но этого недостаточно. Согласитесь, что когда у нас появится какая-то цифра, то мы зададим себе вопрос, а много это или мало. И вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, к чему можно обратиться? Ничего. И конечно. Отдельно. Вот если вы с этим сетей... Коэффициент ранее 9-го. А этого достаточно? Ну, в начале, в начале, в начале, вот конкретно. И на окончание. Ну хорошо, у нас, предположим, одинаково получится. Ну, на начало у нас было, образно говоря, 20%, на окончании 19%. И что? А это много или мало? 20-19? Нет, это не имеет значения, я сейчас объясню, что я имею в виду. Дело в том, что эта цифра, она будет для нас абстрактной до тех пор, не важно, там 1%, у нас 10%, или 100%, она будет абстрактной до тех пор, пока мы не найдем точку опоры, то есть с чем сравнить, от чего-то надо отталкиваться. Может быть, кто-нибудь знает, какой средний коэффициент в парламенте сейчас в текущице персонала? Вы знаете? По среднему. По среднему. Вы знаете, спрашиваю. Никто не знает. Я думаю, что я считаю все равно. Татьяна, вы абсолютно правы, я это прокомментирую обязательно. Но мне хочется одну цифру. Вот я как собственник, да, я говорю, посчитайте мне коэффициент в текущице персонала. Вы мне посчитали, 20%. А я спрашиваю, это много или мало? И вот тут собственник хочет знать, а что по рынку вообще? Дело в том, что в Советском Союзе, может, кто-то знает, какой коэффициент в текущице персонала. Знаете, средний. И предельный. Сколько? В Советском Союзе, да. Ну, я согласна, что по отраслям рано, я сейчас об этом расскажу обязательно. Я сейчас хочу донести мысль о том, что есть среднестатистические, когда берутся все, и делятся. Так вот, в Советском Союзе был такой коэффициент. И он выглядит примерно так. 12,5% за год. Это в среднем по Советскому Союзу. В среднем. Это все-все взяли. Считалось нормально? Это считалось предельным. Потому что если 13, могло быть, конечно, но это уже очень плохо. Начиная от 13%, ну, все-таки нужно, видимо, поэтому. Это как-то стиль. Да, совершенно верно. Считалось уже все. Это нарушение, это уже очень высокое, текущие и так далее, и так далее. На сегодняшний день такой коэффициент тоже есть. В среднем по цивилизованным странам, по Европе, например, и Соединенных Штатах, это 25%. Вы видите, в два раза вырос этот коэффициент. Опять же, это очень-очень средненный. Это вот то, почему Татьяна об этом говорит, я полностью с ней согласна. Это средняя температура по больнице. Поэтому, в общем, мы понимаем, что да, там 25% есть какой-то коэффициент. Но насколько он относится к нашему бизнесу, не относится, об этом, конечно, нужно обязательно говорить тоже. Итак, при расчете текущей персонала необходимо учитывать следующие моменты. Сферу деятельности компании, место расположения компании «Филиалут». Нам Татьяна как раз сказала, да, то дело в Москве, а совершенно другое дело в регионах. Категории сотрудников. Стратегии компании. Когда я говорю о стратегии компании, я имею в виду стратегии на развитие или на сокращение. Если у нас стратегии на развитие, конечно, коэффициент текущей будет больше или меньше, кстати. Уменьшаться или увеличиваться. Развитие. Если мы открываем новые филиалы, набираем больше идей, коэффициент текущей уменьшается. А если у нас стратегия на оптимизацию, предположим, наступил экономический кризис, и мы оптимизируем количество персонала, в том числе и увольняем, коэффициент будет увеличиться или уменьшаться. Он будет увеличиваться. Но самое интересное, что если он будет увеличиваться, нас это тоже устроит. Потому что пусть люди увольняются по собственному желанию, это будет проще для организации, чем увольнять по другим основаниям. Поэтому стратегии компании тоже нужно учитывать. Теперь примеры. Вот по этим моментам. Уровень текущей персонала по сфере деятельности компании. PricewaterhouseCoopers, это консалтинговая компания американская, провела исследование и выяснила, что большая часть, это в Российской Федерации они проводили исследования, больше уровень текучести персонала, свыше 50% в розничной торговле. Но я думаю, что вы тоже, наверное, знаете, что в рознице очень высокое текучие персонала. FMCG, это товары народного потребления чуть ниже, и энергетический добывающий сектор еще ниже. То есть в зависимости от отрасли мы будем сравнивать. Если у нас магазин, мы будем сравнивать с розничной торговлей. Ну и так далее. Уровень текучести персонала по месту расположения компании-филиала. Предположим, возьмем российские и зарубежные компании. И здесь мы видим, что из российских компаний чаще уходит по собственному желанию. И вообще текучесть персонала выше, опять же усредненная такая текучесть персонала выше, чем в зарубежной компании. Причин очень много, мы об этом тоже поговорим, но пока мы говорим о фактах. Да, действительно, это так. По категориям сотрудников, по возрасту, как правило, считается в среднем, опять же, все усредненно, до 25 лет человек себя ищет. Он может пробовать себя на разных работах, на разных организациях, на разных должностях. Поэтому он переходит из одной отрасли в другую, из одной компании в другую, и текучесть среди этого персонала больше. Кроме того, люди молодые еще пока не задумываются о своей репутации как о работнике. И очень часто они покидают компанию даже без официального увольнения, оставляя трудовые книжки, потому что они понимают, что они молодые, они востребованы. Они по другому месту заведут новую трудовую книжку, ну, не в 20-е годы, а в 20-е с половиной года он ему будет, ничего страшного. Думают, такой работник и уходит. Поэтому текучесть там выше. В целом, даже там люди уже начинают держаться в своей работе. По квалификации. Рабочие, рабочие квалифицированы, не квалифицированы, они чаще меняют место работы, нежели специалисты и управленцы. И это тоже объясняется тем, что найти работу рабочим гораздо легче, чем специалисту. И для того, чтобы выполнять одну и ту же функцию, не обязательно ездить через Тимоскво, скажем, да, и тратить на это время. А для специалиста очень важна сама задача, которую он выполняет, что он делает. Место жительства. Чем дальше сотрудник живет от работы, тем больше рискового ухода. И это тоже оправдано. Старшая работа в организации. После трех лет стажа происходит резкое снижение текучести. То есть, когда человек проработал три года, считается, уже закончилась адаптация. Если по официально, по трудовому кодексу, срок испытания всего-навсего до трех месяцев на общих основаниях, а для руководителя организации, и для заместителей главных бухгалтеров до шести месяцев, всего-навсего полгода, то адаптация длится дольше. А для руководящего состава именно до трех лет. HR-бенчмаркинг. Кто-нибудь слышал такое выражение? Бенчмаркинг. Бенчмаркинг как раз и есть сравнение показателей нашей организации с другими. HR-бенчмаркинг, это значит кабел и бенчмаркинг. Именно вот в этом направлении. Есть такая компания, называется Акцент-монитор. Они тоже проводят различные исследования. В частности, одну из них я хочу вам показать. Это уровень текучести персонала по категории сотрудников для компаний различных сфер бизнеса. Смотрите, как интересно. В целом по компании топ-менеджеры, руководители, специалисты и какие-то особые категории. В целом по компании мы видим темным, это розничные компании, розовым обозначены оптовые компании и производственные компании. В принципе, мы видим, что в оптовых компаниях-производствах меньше текучего персонала. Причем в целом по компании, в розничных компаниях, она достигает 59,2%. Специалисты 29,1%. Топ-менеджеры везде дольше держатся, но в розничных организациях они тоже достаточно часто мигрируют, переходят из одной организации в другую. Здесь руководители структурного подразделения, тоже достаточно высокая текучесть. Помните, я говорила, в среднем параде, то есть сейчас 25%. Здесь у нас зашкаливает по всем показателям, на розничную торговлю. А вот Яндекс. Слышали про такую организацию? Слышали. Так вот, у них, как вы думаете, какой уровень текучести персонала? Ну, примерно. Например. Сколько? Ну, скажите какую-нибудь цифру. 20. Хорошая цифра. Давайте посмотрим, так ли это. А, у нас еще и вебинаристы написали. Александр пишет, 10%. 10% имеется в виду, да? Условия для работы в Яндексе какие-то неприлично хорошие, домашние. И в результате в компании низкая текучесть персонала, всего 7%. Это очень хороший показатель. Вот. И один, Лариса, пишет, видимо, это единица, да? Ну, до 1% не дошли. 7%. Да уже что-то. Внутри организации мы также должны обращать внимание на текучесть персонала. Потому что одно дело, как мы с вами говорили, да, в среднем по больнице, эту температуру измерить, совершенно другое дело у каждого пациента. Вот то же самое и здесь. А что вообще происходит? В среднем по организации, допустим, те самые 25%, которые вписываются, все великолепно, но из одного подразделения люди уходят постоянно, и там идет такая текучесть и смена работников, а в другом, наоборот, люди сидят, достаточно стабильно, надолго работают. Виды текучести персонала внутри организации мы разделим на две категории. Это по инициативе один критерий, второй категории персонала. По инициативе работник уваляется по собственному желанию, то есть по инициативе работника. Работник уваляется по инициативе работодателя, а работодатель его увольняет, допустим, по 81-й статье, там, за прогулу, за виновные действия, либо за что-то еще. И по независимым обстоятельствам. Это 83-я статья, например, признание гражданина временно отсутствующим или известно отсутствующим, или, скажем, призыв в ряды российской армии. Это независимые обстоятельства. Нам нужно четко понимать, если работники сами от нас уходят, значит, у нас что-то с мотивацией, не нравится им тут работать. Если работодатель всех выгоняет, значит, мы говорим о том, что, скорее всего, требования какие-то завышенные. Надо посмотреть, правильно ли мы делаем. Ну, а по независимым обстоятельствам смотрим, какие именно обстоятельства здесь превалируют. Если призыв на военную службу, надо задуматься, только мальчикам в ГАТСе до 27 лет, или, может быть, мы расширим круг, например. По категориям персонала. По подразделениям делаем вывод. Если из этого подразделения постоянно воняются люди, значит, работа, скорее всего, ведется руководителем подразделения, как-то не так. Надо задуматься об этом. По кустам, то есть по направлению деятельности. Финансовые службы, допустим, HR-службы, PR-службы и так далее. И по уровням. Как правило, где выше текучесть персонала? На низшем уровне или на самом высоком? Топ-меншера. Как вы думаете? На низшем уровне. Совершенно верно. Кас-персонал. Итак, мы с вами посмотрели, что есть разные виды текучести внутри организации. Это тоже нужно учитывать, потому что, исходя из этого, мы будем давать причины, почему такая текучесть. И мы переходим к третьим вопросам. Чем высокая текучесть персонала опасна для бизнеса? Один из работников, организаций, который я работала, сказал, что жуткая текучесть кадров, не успеваешь даже запомнить людей. Каждый день, говорит, кто по коридору и новая лица. Я говорю, что вообще не знаю. Вопрос. Текучесть персонала – это плохо или хорошо? Плохо или хорошо? То есть первый минус – это то, что люди, увольняющиеся, могут уйти в конкурентную среду или просто где-то выложить информацию. Информация уходит. А вот Лариса пишет, Оксана пишет, что затратно по времени, а время – это деньги. Верно. Александра пишет, плохо, так как это большие затраты. Аделья пишет, плохо, уходят обученные кадры. Хорошо, новая кровь. Все-таки плюсы есть. И Лариса пишет, должна быть небольшая текучесть, освежается коллектив, приходит свежая идея от новых сотрудников. Ну да, я должна согласиться, вы абсолютно правы, что есть плюсы и минусы на этом. Минусы в том, что опыт информации, что мы много тратим времени на то, чтобы подобрать нового работника, да, и кто-то должен выполнять эти функции. И хорошо, потому что новые идеи приходят. Почему в Яндексе 7%, а не 0%, хотя казалось бы, ну это так здорово, никто не увольняется и так далее. Ну потому что новые люди нужны. Тот, кто уже достиг своего потолка, он имеет возможность перейти в другую сферу деятельности или в другую компанию для того, чтобы себя там реализовать. Поэтому вот эти 7% это действительно хорошо. Ну, для Яндекса, конечно. Ну, я не забыла, я не забыла, это совершенно верно. И вот мы говорили о том, что это трудозатраты, это деньги, время, деньги и все прочее. А вот сколько стоит текучесть? Ее тоже можно рассчитать. Затраты, связанные с повышенной текущей, есть прямые, например, оплата услуг посредников, кадровых агентств, либо других посредников, которые выбирают персонал для нас. Оплата публикаций, объявлений в средствах массовой информации – это тоже деньги. Это прямые затраты, но можно посмотреть в бухгалтерии, считая и увидеть, сколько мы потратили. Есть еще косвенные, на которые редко кто обращает внимание, особенно у нас в России, как-то не принято считать косвенные затраты. Это трудозатраты на подбор адаптационных сотрудников, это оплата выполнения функций, пока работника нет, но функцию выполняет кто-то другой, например, сверхуручную, а сверхуручную работу по-другому оплачивается. Устранение негативных последствий, увольнение работника, это могут быть конфликтные ситуации различные и так далее. Экономический ущерб вызванной текучностью персонала может быть, например, на затраты на смену сотрудников. И вот опять цифры. Есть разные категории – рабочие, специалисты, управляющие. И мы видим размер от годовой зарплаты этих работников в процентах. То есть для того, чтобы подобрать, закрыть одну вакансию рабочего, у нас уходит 7-12% его годовой зарплаты. Специалистов, управляющих, естественно, больше. И еще, когда работники недовольны и уходят, то, естественно, они молчать не будут. И, скорее всего, они где-то это опубликуют. Есть разные каналы распространения негативной информации. Например, черные списки работодателей. Это форумы, на которые можно зайти и почитать. Они разные абсолютно. Антиджок, работа, блэкджок, джоуфайр и так далее. Публикации в СМИ негативные. На своих страничках сотрудники пишут о компании, то, что они думают. Остальные читают. Слухи и так далее. То есть вы туда не хотите, потому что. Каким последствиям может привести такая публичная огласка? Ну, во-первых, уже не каждый кандидат, уважающий себя, пойдет в эту организацию. И в результате мы дольше будем подбирать персонал. Нам придется обращаться к адру агентства, чтобы хоть кого-нибудь они нам выдали и так далее. Кроме того, те, кто будут приходить к нам, они, скорее всего, будут в более низкой квалификации. Потому что, опять же, уважающий себя кандидат, прочитав о том, что у вас не выплачивается заработная плата, скорее всего, не будет у нас работать. Возможны проблемы с законом. Работники могут пожаловаться в государственную инспекцию, в суд и так далее. И эту информацию будут, естественно, проверять. Инвесторы-партнеры задумаются. Если такое отношение к своим работникам, скорее всего, это ненадежный партнер. Наши работники, которые у нас работают, у них будет, естественно, снижение, потому что каждый увольняющийся будет говорить, что вот сегодня я уволь, у меня уволь, завтра вас уволь. Ну, в общем, как-то будоражить коллектив. Ну, и как результат снижение лояльности сотрудников. И логично задать еще один вопрос. А как можно оптимизировать уровень текучести персонала? Мы поняли, что слишком высокая текучесть нам нужна. Слишком низкая она тоже нехороша. Мы выясняем наш пациент, который нужен нашей организации. Так вот, как можно оптимизировать? Ну, у нас, как всегда, два русских вопроса, российских. Кто виноват, что делать? Как оптимизировать, кто за это отвечает? Во-первых, давайте подумаем, какие же причины приводят к повышенной текучести. Но не просто вот причина операционного характера, а именно на уровне стратегии. Что организации делают не так, почему люди от нее уходят? Первая ошибка, стратегическая, это управление персоналом. Вторая ошибка, это подбор персонала. Первая связана с теми, кто здесь у нас работает. То есть менеджмент неправильный, слабый менеджмент. Второе, не тех подбираем нас в организацию, не тех людей приглашаем, потому что они у нас работали, не своих. Давайте посмотрим, кто же отвечает за это. Роль руководителя организации, структурных подразделений. Управление текучести персонала. Если взять за основу линейно-функциональную структуру, где во главе генеральный директор, а у многих компаний именно такая структура. Матричная и проектная – это современные структуры, но они не у всех компаний, но, собственно говоря, не у всех нужны. Итак, во главе руководителя организации, как должен называть запрос генеральный директор, у него есть подчиненные, руководители подразделений, новый бухгалтер, начальник отдела персонала, начальник отдела маркетинга и начальник отдела продаж, ну, может быть, еще какие-то начальники под ним. И у каждого из этих руководителей есть свой отдел со своими специалистами в количестве штатных единиц в каком-то. Вопрос. Вот кто должен отвечать в организации, в этой организации в частности, за текущий персонал? Как вы думаете? Все руководители подразделений. Да? Почему так считается? Верно. Вы абсолютно правы. Дело в том, что вот эти руководители, они непосредственно осуществляют руководство конкретными людьми. И генеральный директор. Он, конечно, прямой руководитель, но не непосредственный. Иногда генеральный директор даже не может дойти до каждого и с кем-то познакомиться, если это крупная компания. А вот руководители на местах, они как раз все и делают. Есть еще такая поговорка о том, что люди уходят не из компании, а от руководителя. Поэтому вот здесь вот как раз явные проблемы существуют. Очень часто пытаются возложить всю виду на менеджеров по персоналу. Они говорят, ну вы же по персоналу, вы же руководитель персоналом, управляете, вот вы, пожалуйста, тут и выстраиваете всю систему. Отчасти правы, потому что менеджеры по персоналу, они действительно занимаются выстраиванием системы внутри организации. Но непосредственно с каждым работником они не могут работать. Их всего 3-4, предположим, работников гораздо больше. Поэтому, конечно же, все должны работать вместе. И генеральный директор на уровне стратегии, и менеджер по персоналу выстраивают эти системы, и руководитель подразделений, которые внедряют все эти системы. Если объединить все методы управления и оптимизации текучности персонала, то можно выделить три конкретных метода. Это аналитическая работа, это внутренняя организационная работа и формирование HR проекта. Все по порядку поговорим об этом по каждому из этих направлений. Аналитическая работа по минимизации текучности персонала. Что значит аналитическая? Это значит, что надо собрать все цифры, о которых мы говорили, чтобы иметь представление. То есть измеряемость должна быть какая-то. Мы должны ввести, например, статистику увольнения сотрудников. Татьяна сегодня говорила, надо смотреть на начало года, на конец года, может быть, и по месяцам нужно ставить эту статистику по регионам, если у нас разные филиалы, например, и так далее. То есть статистика должна быть обязательно. Но если статистика просто лежит в столе и пылится, это ни о чем. Отчетность отдали, генеральный директор, он посмотрел, ой, какой кошмар, и все. Поэтому нужно обязательно анализировать причины текучности персонала и выявлять эти причины. Вести статистику причин, объединять их в какие-то группы. По какой причине воняется? И еще вот очень интересный момент. Немногие организации этим занимаются, на мой взгляд, это очень важно. Это отслеживание карьеры ушедших сотрудников и котировки на рынке труда. Для чего это нужно? Ну, казалось бы, уволился и уволился, мы забыли про него. Но здесь речь идет о том, что нам важно не только почему он уволился, но и что дальше с ним произошло. Куда он пошел? Пошел ли он к конкурентам или совершенно другой вид бизнеса? И как он котируется на рынке? Если все наши работники котируются, значит, наша организация называется компанией «Донор». То есть мы готовим работников для других организаций. А если их никто не берет из наших конкурентов, значит, мы принимаем работников из других организаций. То есть у нас система обучения очень плохо развита. Для текучести это тоже важно знать. Вторая группа работ – это внутренняя организационная работа по оптимизации текучести персонала. Обратите внимание не по минимизации, а оптимизации. Помните, мы с вами говорили, что неважно. Она может быть достаточно высокой для других. Если мы скажем, а у нас в организации 40% текучести персонала. «Какой кошмар! У нас же по рынку 25%, а по вашей отрасли вообще 15% предположим, а у вас целых сколько-то там». Но всегда мы помним, что у нас есть стратегия определенная. И то, что мы делаем, мы делаем правильно. Для нас это самый оптимальный процент текучести персонала на данный момент. Итак, как можно оптимизировать текучести? Во-первых, необходимо обратить внимание на все системы, связанные с персоналом. Начиная от отбора персонала, как мы его подбираем, как мы его адаптируем новых работников. Потому что если работники на этапе адаптации увольняются, это значит, что мы просто невнимательны к ним. Мы потратили время на подбор, мы потратили время на обучение, а он ушел, хотя мог бы остаться. И время, и деньги. Получит наставничество, новое направление. Обязательно оцениваем работников. Причем не страхуем методы оценки, в том числе и новых работников. Опять новое в управлении персоналом, это управление талантами. Выявляем лучших и на них акцентируем внимание. Формируем кадровый резерв. Работаем с ними. Мотивируем. Разрабатываем программы ротации персонала, горизонтально, вертикально, чтобы человек не достижился на одном месте до того момента, пока не наступит профессиональная деформация и демотивация. А чтобы он развивался, чтобы у него были разные интересные задачи, которые он, собственно, и будет отслеживать. Третья группа задач – это формирование HR-бренда для оптимизации текущей персонала. HR-бренда или имиджер компании, как работают. Как же формируется HR-бренд? Нам очень важно, чтобы у нас был не только внешний бренд. Ну, что значит внешний бренд? Все говорят, ой, какой хороший работодатель. О, это Google, это же самый лучший работодатель, потому что они участвуют в рейтингах, и рейтинги постоянно зашкаливают, например. Но не надо путать рейтинги, в которых участвует работодатель. Допустим, «Газпром», он у нас тоже занимает верхушек постоянно, если хотят работать в «Газпроме». Рейтинг работодателя и настоящий бренд работодателя. Так вот, внешний бренд создается для привлечения новых специалистов, для привлечения кандидатов на работу. Но нам нужен и внутренний бренд, потому что без вот этой начинки у нас еще не получится. То есть на удержании сотрудников и повышении лояльности компании. Если внешне все будут говорить, ах, 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 как там все здорово, куфики, печеньки и все прочее, а наши работники будут говорить, что там ничего хорошего нет. Руководитель хам, задачи выше крыши, никто с нами не считается. Внутренний бренд работодателя пострадает. Еще я столкнулась с тем, что когда я работала в разных организациях, были очень сильные работодатели, которые действительно очень много делали для персонала. Очень много. Но люди очень быстро к этому привыкают. И, как правило, человек всегда всем недоволен. Если вчера зарплата была черная, а сегодня уже серая, он все равно недоволен. А если завтра она будет белая, он тем более будет недоволен, потому что она размерный или что-то еще. Это нормально. Для человека это нормально. Вот для этого мы можем внутренний бренд, чтобы напоминать, кто вы и что вы. Внутренний бренд, конечно, очень важен, для того, чтобы работники знали о том, что происходит в организации и чем она хороша по сравнению с всеми остальными. Вот Брэд Митчинт, он написал, естественно, книжку, «Если кого-то интересует HR-бренд, как стать лидером, строим компанию мечты». Он провел исследование и выяснил, что более чем 40 компаний этим занимаются, то есть HR-брендом, служивают по работе с персоналом. Ну, с одной стороны, вроде бы да, правильно, так оно и должно быть. Но в 10% случаев программы по формированию HR-брендера занимают лично генеральный директор. Если только службы по работе с персоналом, то есть HR-бренджи будут заниматься, это, конечно, риск. Почему? Ну, потому что они не лица, принимающие решения. Лица, принимающие решения, это генеральный директор и собственный. Если он с чем-то не согласен, то все, все провалится. Кроме того, они лично, как вы уже говорили, не управляют персоналом, а не управляют процессами. А лично управляет персоналом непосредственно руководителем. Если этот непосредственно руководитель не захочет что-то сделать, донести до работников или провести оценку объективную, или еще что-то, он понятно, что ничего не получится. Поэтому ответ на вопрос таков. То есть кто должен этим заниматься? Это скоординированный подход. С одной стороны кадры, с другой маркетинг и с третьей коммуникации. Это правильно. Вот глобальное исследование по HR-брендингу. Это вот в этих компаниях брендом занимаются HR-отделы, почти такие же показатели, как у Учингтона. Отдел маркетинга занимается, но лучше всего, конечно, иметь смешные команды, потому что отдел маркетинга занимается в основном внешним брендом, а HR-отделы – это внутренним брендом. Пирамида потребностей Маслоу. Совершенно верно. Абрахам Маслоу разделил потребности на пять групп. Это витальные жизненные потребности, поесть, поспать, отдохнуть и так далее. Стремление к безопасности, стремление к общению, положение статуса и самореализация. И вот зная эти тонкости, мы можем, организация может дать работнику то, что ему необходимо. На нижнем уровне витальных потребностей – это компенсационный пакет. Это заработная плата, льготы какие-то, оплата проезда, оплата обедов, проживания и так далее. Это на самом низшем уровне. Но этого недостаточно, потому что каждый человек хочет прийти на работу и вернуться домой здоровым и негритимым. То, что называется производство безопасности. Охрана туда, техника безопасности – это второй уровень. А поговорить. То есть хочется, чтобы были приятные люди, интересный коллектив, единомышленников. Это называется социально-психологический примет, то, что может выстроить работодатель. Конечно же, хочется гордиться тем местом, где я работаю. И с гордостью сказать, я работаю в Центре компьютерного обучения специалистов, и об этом я не могу. Например. Ну и миссия компании. У каждой компании есть миссия. То есть для чего она пришла в этот мир, для чего выстроен бизнес. Кто-то хочет накормить весь мир, мы хотим обучить весь мир, чтобы ваша жизнь улучшалась. Кто-то хочет сделать женщин красивыми, мэрики, например. Так вот, если цель самореализации работника совпадает с миссией компании, и он горд тем, что он делает, делает женщин красивыми, или кормит весь мир, или обучает, вот в этом случае это самые лояльные работники. Мы их можем удержать. Потому что на этом уровне витальной потребности любой ему может предложить, любая организация может предложить комиссионный пакет. Итак, основные причины текущего персонала. Материальные, организационные и межличественные, исходя из твоих потребностей. Материальные причины – это все, что связано с оплатой. Неконкурентоспособные ставки оплаты труда, то есть на рынке гораздо выше. Несправедливость структуры оплаты труда, одни больше, другим меньше. Вот когда мне задают вопрос, а можно ли в таком расписании указать вилку, то есть диапазон оплаты. Я пытаюсь объяснить при помощи трудового законодательства, что это невозможно, потому что не это возможно, но это противозаконно. Потому что если работники выполняют одну и ту же функцию, они должны, естественно, получать одинаковую оплату. Другой вопрос, что если они делают что-то сверх этого, квалификацию выше, лучше, например, он делает, то это уже надбавки. Далее. Нестабильные заработки, то есть не вовремя выплачивается заработная плата. Организационные причины текущей системы. То, что не соответствует ожиданиям сотрудника. График работы. Мы договорились, что я 40 часов в неделю буду работать, а вы мне заставляете 60 часов работать. Режим. Вы же говорили, что гибкая рабочая работа будет, а тут стоите с секундомером, ждите, пока я приду. Условия работы. Вы мне обещали в офисе, а я тут сижу в какой-то коморке под вами и так далее. Отсутствие возможности повышения квалификации и карьерного роста. Об этом многие мечтают, но карьерные не знают, а повышение квалификации нужно образовываться, потому что современные миры это диктуют. И, наконец, группа межличностных причин, текущий персонала, взаимоотношения с руководством. Мы с вами говорили, что уходят от руководителя, а не из компании. Поэтому очень важно, как выстраиваются эти взаимоотношения. Это не значит, что руководители должны быть обязательно интеллигентными и называть на вы. Вот, предположим, стройка. Есть строители и есть прораб. Он их называет на ты, но никто от него не уходит, потому что это вот такой прием мужик, например, говорят они. Другое дело совершенно, если это высшее учебное заведение. Корпоративная культура совершенно другая. Называют на по имени отчества, на вы всех абсолютно, и более молодых, и студентов. Это этикет, это культура, совершенно верно. Поэтому нужно понимать, что нужно для данной компании. Взаимоотношения с коллегами. Либо мы друг другу помогаем в сложное время, либо наоборот, друг друга выживают, какие-то склоки и так далее. И уровень конфликтности, конечно же, безусловно. Здесь тоже играет роль. Когда работник поступает на работу, то в другом договоре фиксирует какие-то условия трудового договора. Здесь все достаточно просто, потому что у нас есть 57-я статья Трудового кодекса. Мы открываем и смотрим. Обязательно условия трудового договора. Дополнительные условия трудового договора. Скажем, есть, есть, нет, нет. Более сложное, это так называемые психологические контракты. То есть, с одной стороны работодатель, с другой стороны работник. Они чего-то ожидают от друга. Это не фиксируется, это может быть даже не оговаривается. Но ожидается, ну, например, позиция работодателя. Он ожидает, что работники будут привержены, компетентны, что они будут прикладывать усилия, что они будут подчиняться и будут верны организациям. Вот так хочется работодателю. А работник хочет, чтобы руководство компании сдерживало свои обещания, которые дает. Чтобы отношение к работникам было справедливым. А чтобы можно было показать, на что я способен реализовать себя. Чтобы возможность карьерного роста была, развитие, вовлеченность была в процесс, возможно, влияние тоже, принимать решения какие-то. Поэтому, если выполняются вот эти условия психологического контракта, то начинается как раз противостояние. И накапливаются какие-то обиды и недовольства. Лояльность тоже можно посчитать. Как выглядит лояльность? По текучести персонала. Если работа проходит, значит, они не лояльны организацией. По мотивированности удовлетворения всей работы можно провести, например, опрос. Опрос. Или анкетированием. Можно сфиксировать количество конфликтов. Из-за чего они происходят? По каким причинам? Кто инициатор конфликтов? Как они разворачиваются? Можно посмотреть эмоциональную вовлеченность. Довольны они или недовольны? Счастливы они или несчастливы работают в нашей организации? Можно оценить систему управления персоналом. Попросить, чтобы работники оценили. По пятибалльной шкале, например. Составить опросник тоже. Ну и умение компании дать работнику ощущение своей значимости. Оцененность личного вклада в общее дело. Это не всегда деменантно поражается. Не всегда, далеко, не всегда. Потому что есть работники, у которых профессиональная мотивация. То есть им самое главное, интересные задачи, параллельки и так далее. Деньги для них тоже важны. Но это не цель работы, а средство. Средство, через которое работодатель показывает отношение к этому работнику. Если я выполнил какой-то важный проект, и мне за это заплатили премию. Я понимаю, что меня уважают. Вот они эмоции пошли. Ну и косвенные показатели оценки лояльности. Готов ли работник защитить интересы компании? Насколько, вот по поводу готовности, сейчас очень много всяких социальных сетей, работники могут писать что-то, особенно работники, которые увольняются. И вот они такие, они чего ходят, там что-то пишут. А, вот они, там такие среки, да у вас там все плохо. И дальше смотрим, а что наши поддерживают и говорят, да, да, у нас все плохо, и мы за вами скоро. Молчат, боятся, может, чего-то. Или начинают защищать. Причем аргументированно защищать, что у каждого есть свой выбор. Вас что-то не устроил, нас в это устраивает и так далее. Вот это вот замечательно. Инициатива, активная позиция в отношениях любых акций, мероприятий, компаний. Так, уважаемые коллеги, у нас день рождения компании, давайте что-нибудь придумаем. И все разбежались. Потому что все свои дела, все заняты, все просто. И наоборот, а, давайте, так здорово, остается после работы, о чем-то договариваете, что-то там придумывают. Это тоже показатель лояльности. Отношение к соблюдению нормы и правилам. Если нормы и правила нарушаются, правила внутреннего трудового варианта, там какой-то другой локальный нормативный акт. И работатель вынужден нарушать лоозаконнотех, что на повадь, работе, на запасах задней и так далее. Ну, о чем говорить? Слава менеджмента, лояльности никакой нет. Отзывы на компании официальные и неофициальные. Заинтересованность в развитии. Привлечение в компании знакомых и друзей. Тоже очень яркий такой пример. Если вы проводите анкетирование, спрашиваете, оцените, пожалуйста, по категорической шкале, например, вероятность того, что вы пригласили бы своих знакомых, родственников для работы нашей компании. И дальше смотрите. Если меньше половины, это вообще не очень. То есть, точно самое маленькое. А если в основном оценим на 8, 9, 10, шкафки. Почему-то, может, они точно не хотят выращивать машину переводить. Возможно, Татьяна, я с вами согласна. Тогда можно попросить в комментариях. И напишите, пожалуйста, почему. И вот если все будут писать, что мы просто не хотим личные... Мы перевернулись в сторону. Я поняла, я поняла. Тогда другое дело. Но чаще всего в наше сложное время люди пытаются устроить друг друга. То есть, родственников на работу. Потому что сложно найти работу сейчас. И хочется помочь. И если организация... Хорошо, филиал. Филиал. Далее. Новые технологии для измерения приверженности и удержания персонала. Есть разные факторы. Есть рациональные, есть эмоциональные. Так вот, можно оценить не только рациональное количество текущей персонала или что-то еще, а и эмоциональное. Управливать можно только тем, что можно измерить. Вот как измерить эмоциональную составляющую? Основное, нет. Это измерение. Либо в интернет опросе можно сделать, либо бумажной. На основе полученных данных. Можно рассчитать индекс лояльности. Вот формула. Смотрите. Коэффициент лояльности персонала, количество лояльных сотрудников в среднесписочную численность на 100%. Как узнать количество лояльных сотрудников? Да по тем же самым анкетам мы выбрали вопросы, мы задали шкалу какую-то и определили от и до. И посчитали, кто будет лояльным. Тот, кто выбирает наши ответы, допустим, от 8 до 10 баллов. Это лояльные работники. Считаем, сколько их делим от среднесписочного, о котором мы говорили, получается коэффициент лояльности. Если организация работает над своим брендом, над текущей персонала, то индекс лояльности ежегодно должен расти примерно на 3-4%. Выше вряд ли, ниже уже, понятно, что мы клофа работаем, не по тому же пути идем, 3-4% это оптимально. PricewaterhouseCoopers еще выяснил следующее. Есть такая формула по возврату на инвестиции, называется, когда доход от работников мы минусуем с затратами на этих же работников и делим на затраты. Умножаем на сто, это называется возвратные инвестиции. Так вот, по данным PricewaterhouseCoopers в России такой возврат на инвестиции персонал составляет 2,3 балла, процентная. И еще выяснилось, что в компаниях-лидерах подачи инвестиций персонал у них уровень текущего уровня меньше. То есть это напрямую связано. И они, эти компании-лидеры, на 70% чаще используют назначение на аккаунтном должности внутренних кандидатов, а не приглашение людей со стороны. То есть идут такую внутреннюю кандидовую политику, выращивают своих, чем вызывают лояльность. Ну вот примеры. Например, Nike проводит тимбилдинги для того, чтобы повысить лояльность персонала. Сеть отелей Marriott, их владелец, оближает 250 отелей за год, лично встречается персоналом. Личные связи это тоже поработает. Google, например, превращает работников-акционеров за свое дело в человека работающего. Пример компании Agava, это IT-компания. Для работников очень важно где-то иметь возможность высказаться, чтобы их услышали, чтобы быть услышанными. И вот обратную связь они получают как раз через корпоративный форум. Есть исключительно рабочие форумы, там, где обсуждают деятельность внутри отдела и так далее. И это действительно важно, потому что от того, что пишут люди, какие вопросы они обсуждают, можно нащупить как раз вот эти проблемы в организации. Но это IT-компания, где все работники имеют возможность доступа к форуму. А есть компании, например, я вам приводила пример, когда я работала много профилов в холдинге, там, где у всех работников на рабочем месте есть компьютеры, можно обсудить это. Для этого тоже можно использовать разные направления. Например, элементарно это белый ящик. А есть красивый ящик, мы, кстати, это делали. И, пожалуйста, любой желающий может туда опускать свои записочки. А мы все читаем и потом как-то реагируем. Закрытое сообщество в социальной сети. Например, у нас внутри компьютерного рабочего специалиста, у нас есть закрытое сообщество, и мы обсуждаем какие-то вопросы. Если что не так, мы быстрее раз-раз-раз написали, сразу же директор, его доместитель, все туда, все это обсуждается. И это действительно очень хорошо сплачивает. Можно это сделать на внутрикорпоративном портале, шерпот, например. Но вот у нас это как-то не очень пошло, но вот фритбук почему-то лучше работает. Кроме того, когда человек увольняется, ему уже нечего терять, и, как правило, он говорит все, что навалило. Поэтому очень помогает выходное интервью. Во время выходного интервью мы можем уточнить взаимоотношения внутри коллектива, общую удовлетворенность и ожидание от новой работы. Как правило, именно этому и посвящено выходное интервью. Нам очень важно понять, почему он не хочет у нас работать, что он не может реализовать, и что там такого на новом месте есть, что его привлекло. Примерные вопросы для проведения выходного интервью. Что понравилось за время работы компании. Что не понравилось. Причина увольнения. Потому что если он увольняется по собственному желанию, мы в книжку уже не напишем, что начальник хам, или там что-то такое, не был полтозаропреплаты. Мы, конечно, в пункт 3 части 1-7 статьи пишем по инициативе работника и указываем. Но нам-то нужно знать истину причину, да? Поэтому нужно понимать, какие он рекомендации дает по изменению на рабочем месте. Может, вы другие работали уже. Что вас привлекло на новом месте? Или соответствовала ли ваша работа в нашей компании, ваша машина? Если нет, то что именно? Когда мы выполняли решение, помните, нам нужно понять латентную текучесть персонала. Может, у вас полкомпания уже сидит и ищет работу, а мы в курсе. Нашли ли вы уже новое место? И уходите никуда. Будете ли рекомендовать своим знакомым работу у нас? Есть еще такое понятие, как проективный вопрос. Когда напрямую задаешь человеку вопрос, он старается задать социально ожидаемый ответ. И хоть он уже ничего не боится, но все равно лучше уж так не будет. А вот метод проективных вопросов позволяет понять, что на самом деле думает этот человек. Проекция работает на подсознании. Как правило, эти вопросы задаются по отношению к другим людям. Например, как, по вашему мнению, должны складываться отношения в коллективе? Мы не спрашиваем, были ли у вас конфликты, или что вам понравилось. Наверное, какие-то интересы. Когда мы говорим вообще, давайте порассуждаем, как вы представляете себе идеальный коллектив, и тут мы слышим то, что для человека важно, то, что наболело, то, что для него действительно значимо. Как вы считаете, почему люди у меняют место работы? Почему они настоящие, реальные? Ну и, наконец, если говорить о мерах по удержанию персонала, по сокращению типа числа персонала, то это разработка отбора и адаптации, чтобы к нам приходили только те люди, которые действительно нужны нашей организации, наши люди. Ну и, естественно, надо их обучать тому, чтобы они могли себя проявить. Мотивация обязательно. Вообще мотивация такая, как нужна конкретным работникам, а не так, как мы ее видим. Для этого нужно, опять же, спрашивать. Доставничество. Возможно, для разнообразия создания временных групп для работных проектов. Почему это нужно? Допустим, работник работает там вместе, выполняет такие и те же функции, он для нас очень дорог, но мы не можем депотиваться. Перевести его на другое место мы не можем по какой-то причине. А вот как раз временные группы, проектные группы, они очень помогают. Проектные группы внутренние везде можно составить, это несложно. Оценка, постоянная оценка должна быть, кадровый резерв, ротация по повышению квалификации, в том числе и в Центре компьютерного ученика специалистов, ну и, конечно, аттестация рабочих мест. Сейчас это называется специальная оценка по условиям труда, которая должна быть проведена в каждой организации. Ну, это вот тот самый работодатель, который многие годы не сходит с вершин рейтингов, это Google, а это пример офисов и условий, в которых работают сотрудники. Вот видите, какой-то корпус, который спускается девушка, видимо, она так разряжается, может быть, стресс снимает. Да, для увольняющихся, наверное. Да, для увольняющихся, повышения на должности. Повышение лифта на лифте. Ну вот здесь у нас переговорные комнаты. Это, видимо, тоже переговоры в виде гаража, что-то для мужчин, ведь это важно, да, интересно. А здесь, с одной стороны, гамак, с другой стороны, мы видим, что человек не просто лежит, а он что-то смотрит на экране. Это проектор, возможно, занимается самообразованием. Здорово. Но их работники недовольны условиями работы в Google. А можно довольны? Да? Я сейчас отвечу на эту работу, я сейчас закончу, но я обязательно отвечу на ваши вопросы. Так вот, работники, чем же они недовольны в Google? У них нечеловеческие условия. Ну, один говорит, мне приходится слишком далеко ходить в тренажерный зал, необходимо открыть тренажерный зал в моем корпусе, чтобы я могла заниматься и дать время на ходьбу для него. Логично. Каждый раз, когда я хожу днем на массаж, говорит он, другой, на моем лице до лети расстаются следы от складок на подушке. Представляете, какой кошмар. А мой монитор заслоняет лифтамбуры. А диван в моем кабинете, недостаточно длинный, чтобы вытянуться на нем по весь рост. Мое рабочее место находится на одинаковом расстоянии от двух куколей. И мне приходится каждый раз решать, какой из них идти. Дилемма. Гавритовский вопрос. Нет, это гавритов. Математическая задача. Понятно. Я толстее, из-за неограниченной халявой еды. Какой ужас. Ну, это, я надеюсь, что это шутка. Я нашла в интернете, там все есть предложения. Если кому-то интересно, можете прям набрать на человеческие условия работы в Google, и вам будет еще много всего интересного. Но, с другой стороны, я уже говорила, что люди очень быстро привыкают к хорошему. Правда, они уже достают ценить это. И, по-моему, что это как-то системный цель. Вот это не приводит с системой посолоченности. То есть они хотят усилить. То есть это не шутка, как говорит Татьяна. Нет, серьезно. Это все идет в нашем деле. Вот так. Я допускаю. Нет, это бывает об активности персонала. И о синем менеджменте. Да. То есть это не то, что они там недовольны, а их недовольство. Спасибо. Давайте подведем итог. Итак, мы с вами рассмотрели такие вопросы, что такое текучесть персонала, какие текучести бывают. Мы с вами рассчитали, научились рассчитывать коэффициент текучести персонала. Узнали, чем она опасна для бизнеса. Посчитали, сколько стоит высокая текучесть. Подумали о том, как можно оптимизировать уровень текучести персонала и кто отвечает за это. И теперь я готова ответить на ваши вопросы. Подведя итог, я хочу сказать одну гениальную фразу. К сожалению, это не моя, но она мне очень нравится. Фраза следующая. Текучесть персонала должна быть управляемой. То есть не высокой, не низкой, а оптимальной, управляемой. И когда нужно работодателю, он делает больше ее коэффициента, он может меньше. Это сильный менеджмент. Напоминаю, что подробнее об этом вы можете, пожалуйста, у нас на нашем сайте посмотреть курсы, которые называются «Меджи по персоналу уровня 1», «Меджи по персоналу уровня 2», «Другие курсы». Мы всегда рады вас видеть. Эта схема тоже есть на нашем сайте. А теперь ваши вопросы. Я готова ответить на них. Итак, мы заканчиваем наш вебинар. Я рада была с вами пообщаться. Тема очень интересная, многоплановая, поэтому приглашаем вас продолжить обучение, и у нас в том числе. Если кому-то интересуются вопросы и возникнут позже, вы можете писать по андресу о.светлышна.собакоспециалист.ру Это моя корпоративная почта. Всем спасибо. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова